Всем привет! Это Андрей с канала Ардуино и я, программирование микроконтроллером. Хочу вам показать свой очередной шедевр. Это макет барографа. Работа была выполнена на заказ, поэтому параметры изделия следующие. Любая плата Ардуино с микроконтроллером от Мега 328, можно Ардуино Уно, Ардуино Нано, Ардуино Про Мини. Заказчик будет изготавливать изделия на Ардуино Нано, я же отлаживал программу на Ардуино Про Мини. Далее, используется датчик атмосферного давления БМП-180 и OLED-экран разрешением 128 на 64 пикселя и размером 1,5 дюйма. Требования заказчика были следующие. Каждую секунду должно происходить измерение атмосферного давления и текущие показания должны каждую секунду выводиться в левый верхний экран. График изменения атмосферного давления должен на экране выводиться за последние трое суток и он должен выводиться в виде гистограммы. И следующее требование заказчика было, если область текущих показаний попадет наверх гистограммы, то эти показания должны будут сместиться вниз. Вот, сейчас вы видите мою программу в действии. На экране выводятся текущие показания атмосферного давления, а внизу в виде гистограммы график изменения атмосферного давления за последние трое суток. Сейчас мы проведем несколько экспериментов, я покажу как все это работает, но для начала мне необходимо изменить несколько уставок. Поэтому сейчас я поставлю видео на паузу, залью в контроллер новую прошивку и мы проведем некоторые эксперименты. Залита новая прошивка, подаем питание и смотрим. Система выдала сообщение BMP 180 is not found. Это нормально, так как датчик атмосферного давления я отсоединил. Подсоединяем его назад и включаем снова. Появилось текущее значение атмосферного давления в верхнем углу. И с правой стороны внизу видите текущую гистограмму. Теперь создадим избыточное давление. Также дополнительно отсоединим датчик. Видите, появилась надпись Error, ошибка. И в области гистограммы появилось пустое место. Это также означает, когда возникают ошибочные данные, эта информация в массив вноситься не будет. Восстанавливаем. И как видите, появились текущие значения и справа появилась гистограмма. Сейчас область текущих значений должна переместиться вниз. Смотрите внимательно. Вот она переместилась вниз. И пока вот этот пик амплитуды не дойдет до конца, текущие значения будут находиться внизу. Это было требование заказчика. Внимательно смотрим. Вот она переместилась вверх. Вот так работает моя программа. А теперь давайте перейдем к рассмотрению моего скетча. Мне так понравилось разбивать свои программы на несколько составляющих файлов, что теперь я постоянно так и делаю. Значит, в первом файле под названием барограф OLED указаны все библиотеки, конструкторы, все макросы, все переменные. И описана основная программа. В файле дисплей находятся все программы, которые связаны с OLED-экраном. И в файл Missouri измерения здесь находятся все программы, которые работают с датчиком атмосферного давления. Так, возвращаемся к главному файлу и смотрим. Значит, здесь у меня писано техзадание, какое я использую железо. Библиотеки. Подключаются библиотеки для OLED-экрана, библиотека интерфейса I2C, библиотека датчика давления и температуры BMP180 и библиотека таймера счетчика 1, который я использую для генерации односекундных импульсов. Дальше указаны два конструктора. По датчику давления и по OLED-экрану. Указаны макросы, нужные переменные. И в подпрограмме Setup, которая выполняется однократно, я произвожу инициализацию таймера счетчика 1, настраиваю его на прерывание каждую одну секунду. Инициализирую OLED-экран. Затем команды SetContrast я регулирую яркость экрана. Дальше идет проверка датчика давления. Если он отсутствует, тогда на экран выводится сообщение. Вот это вот вывод сообщения об отсутствии. На экране мы видим BMP180 и SnodFound. Если датчик есть, тогда вот эта команда пропускается, и мы переходим на многократное выполнение. Если взведен флаг готовности, а он взводится каждую секунду, получаем информацию о давлении и о температуре. Если нет ошибок, то значение давления конвертируется в строку и сбрасывается флаг ошибок. Если информация ошибочна, то флаг ошибок наоборот взводен. Далее, один раз в 41 минуту я проверяю. Если нет ошибок, то корректирую давление. Если давление ниже 740 мм, то мы в массиве сохраняем 0. Это идет ограничение по низу экрана. Если же давление выше 792 мм, в массив сохраняем другое значение. Это ограничение по верху экрана. Если есть ошибки, то массив сохраняется 0. Дальше вот этой командой происходит выбор следующей ячейки массива для записи. Ну и происходит подсчет времени. Потом каждую секунду выводится изображение на OLED-экран. Сначала прорисовывается шкала времени и давления. Данные подпрограммы находятся вот здесь. Вот она. Затем выводится график. Опять же он находится в файле дисплей. Вот он. И потом выводится текущее показание значения. И сбрасывается флаг готовности. Вот такая моя программа. Здесь каждая команда со своим комментарием. Поэтому если кто-то хочет разобраться в моей программе, пожалуйста, вы не заблудитесь и вам все будет понятно. Ну вот на этом и все. Спасибо за внимание. Приходите на канал. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. Это был Андрей. Субтитры сделал DimaTorzok